Всем привет! В эфире программа «Все лучшее детям» и я ее ведущая Дарья Козина, мама двухлетнего непоседы. Молодые и даже опытные родители ежедневно сталкиваются с множеством проблем и вопросов. Как вылечить, чем кормить, во что одеть, как воспитать, чем развлечь и при этом не сойти с ума. В нашей передаче вы найдете лайфхаки, ответы на вопросы от специалистов в разных сферах и актуальные новости для всей семьи. Городская олимпиада по ментальной арифметике прошла на базе станции юных техников во второй раз. Мероприятие собрало порядка 80 участников из детских садов, учреждений дополнительного образования, центров развития. Олимпиада состояла из четырех этапов. Дети должны были решить примеры с помощью абакуса и ментально. Решить 40 математических примеров за 5 минут. Такая задача стояла перед ребятами на олимпиаде по ментальной арифметике. Участники должны были продемонстрировать умение считать насчет абакус и ментально, то есть в уме. Свои способности продемонстрировали дети от 6 до 10 лет. Их разделили на 6 групп в зависимости от возраста и по уровню знаний. Олимпиада имеет, знаете, какую цель? Для того, чтобы ребенок вышел за рамки своего образовательного учреждения, чтобы он посмотрел, как другие дети в других школах обучаются и мог бы сравнить свои знания со знаниями тех детей, которые приходят из сторонних школ. Ну и когда они занимают место, это для них очень престижно. И соревноваться это надо, чтобы они посмотрели свое место в данном курсе. Красивая финальная точка в большом и интеллектуальном состязании. На станции юных техников наградили участников второй городской олимпиады по ментальной арифметике, абакус 2024. Порядка 80 ребят от 6 до 10 лет получили дипломы и подарки. В зале учреждения было многолюдно и шумно. Порадоваться успехом своих чат пришли родители, друзья и родственники. Я надеюсь, что все знания, про которые я вам говорил на открытии, вы все показали. И я думаю, что есть к чему стремиться. И следующий год будет достаточно продуктивный в плане занятий, в плане тренировок. Ну и, конечно же, выступлений на разного рода соревнованиях. В этом году учащиеся показали себя и защитили честь Сарова на двух выездных соревнованиях. На первом всероссийском чемпионате по ментальной арифметике «Золотое кольцо России» каждому участнику предстояло пройти 7 этапов за 13 минут, решить 320 примеров. Саров представляла команда станции юных техников из 9 человек. Андрей Иванов стал лучшим в своей группе и завоевал титул чемпиона. Это очень интересно. Вот рекомендую вашим детям ментальную арифметику. Это очень интересно, это увлекательно, это полезно считать. Есть вещи, которые должен знать каждый родитель. Это алгоритмы оказания первой медицинской помощи. Летом дети подвержены массе травмоопасных занятий. С чем чаще всего обращаются к врачам и какие действия предпринимать в критической ситуации, об этом поговорим с хирургом клиники «Красота и здоровье» Виталием Базановым. Здравствуйте, Виталий. Чаще всего родители обращаются с детьми с травмой в летний период, поскольку у детей очень активный отдых, они, как правило, становятся уже менее организованные, родители работают, внимание их отвлечено, вследствие этого возникают травмы. Чтобы понимать, как реагировать на ту или иную травму, нужно знать немножко механизм травм. Травмы бывают поверхностные и глубокие. Поверхностные травмы – это неосложненные травмы, это простые травмы, которые не требуют медицинского вмешательства в лечебном учреждении. А вот травмы глубокие, они, как правило, всегда требуют медицинского вмешательства. К простым, неосложненным травмам мы относим ушибы и ссадины. Здесь обращение к врачу не нужно. Нужно наложить холод на место ушиба на некоторое время. Если это ссадинка еще, то есть есть немножечко ранение легкое такое, работать кожу, перекись водорода, потом хлоргексидином и наложить статическую повязку. Лучше для этого подходит раствор бетадина. К глубоким травмам относятся открытые раны, вывихи, растяжение, переломы. При ранах возникает три вида кровотечения. Это капиллярные, то есть такое незначительное, венозное и артериальное. Капиллярные кровотечения самые банальные, самые простое. Ну да, ранка есть, кровь выступила. Что делать родителям? Наложить повязку ассептическую и наблюдать за ребенком дальше. Если ранка обширная, больше 3-2 сантиметров в длину, то необходимо обратиться все-таки, тем не менее, к травматологу в приемный покой для того, чтобы была первичная хирургическая обработка этой раны. Хуже, когда рана обильно кровоточит. Бывает так, что она не вот, конечно, бьет фонтаном из ранки, а вот она так наполняется, причем наполняется такой хорошей периодичностью, с таким, как бы, напором. И кровь темная. Это говорит о том, что у пациента имеет место венозное кровотечение. При венозном кровотечении, ну, мы что делаем? Во-первых, конечно, в первую очередь накладываем тоже давящую повязку. Наложив давящую повязку, иногда, если ранена какая-то небольшая веточка венки, удается остановить это. Но если это более крупная ветвь, то, конечно, даже давящей повязкой это не остановить. Приходит накладывать жгут. Жгут при венозных кровотечениях накладываем мы всегда ниже раны. Третий самый опасный вид кровотечения – это артериальное кровотечение, когда из раны кровь бьет шузать с фонтаном, кровь яркая, алая. В этих ситуациях мы нажимаем прямо на рану пальцами своими, нам уже здесь не до асептики, нам нужно оставить кровотечение, и вверх этой ранки накладываем жгут. Жгуты бывают разные. Это бывает и медицинский жгут, который продается в аптеках. Можно использовать жгут, типа вот как ремень, бинт или какая-то материя. То есть на любом случае нужно наложить выше раны и довольно-таки туго. Обязательно нужно под жгут положить, если есть рядышком, и в пыхах, как говорится, это возможно сделать надпись, когда и во сколько наложен жгут. Потому как в летнее время мы можем смело откладывать жгут до 60 минут, в зимние – до 30 минут. Если скорая помощь каким-то причинам задерживается, мы должны каждые 20 минут жгут ослабевать, чтобы дать притоку к дистальным, то есть отдаленным участкам поврежденной конечности. Вывихи – это нарушение оболочки сустава, капсулы сустава, когда она по каким-то причинам, может быть, растяжение, механические какие-то удары, травмы, растягивается, и две косточки, которые составляют этот самый сустав, перестают находиться в нужном положении, как бы съезжают одна, тащит ли, другой. При этом возникает отек в руке, рука уже, допустим, если эта рука не сгибается, нарушаются все функции конечности, что в этой ситуации… Да, и возникает сильная, конечно же, боль. Что в этой ситуации предпринимать? Конечно, однозначно в приемный покой. Либо вызываем скорую помощь, либо своим ходом едем в приемный покой, если это возможно. Нужно обязательно эту конечность мобилизовать, то бишь наложить шину. Если это нижняя конечность, шина может быть либо медицинская шина, либо это обычная какая-то доска, либо это плотный такой картон, то есть прикладываем в горизонтальном положении, ножку кладем, прикладываем к ней шину и не туго прибинтовываем. Если это верхняя конечность, то мы делаем косыночку, то есть на шею платочек, и вот на среднем третьей руки мы так фиксируем в сокотном состоянии и доставляем пациенту в приемное отделение. Следующий вид глубоких травм – это, конечно же, переломы. Переломы бывают закрытыми, открытыми, зависит от того, какой перелом, разные тактики действий у родителей. Если имеет место перелом, а как мы его поймем, это очень сильная боль, ребенок плачет, это моментально растающий оттек, это, может, подкожная гематома, ножка или ручка, если это конечности, ребенок, конечно, не может не двигать, то есть нарушение движения, получается, конечностей. В этой ситуации, конечно, нужно создать полный покой этой конечности, или верхней, или нижней. Так же накладываются шины. По тому же принципу, если вдруг каким-то причинам шина рядышком не оказалась, то верхняя конечность просто вытягивается, как говорится, в вертикальном положении и прижимается к телу. Прибинтовывается бинтом нижней конечность больной, прибинтовывается к здоровой конечности, если рядышком оказалась шина. И пациента мы доводим до приемного покоя. Обязательно еще можно использовать обезболивающие, поскольку перелом, очень сильные боли. Эти обезболивающие для детей можно использовать по надолу, норофену, любые вот эти препараты, которые мы используем, когда имеют место повышения температуры тела. Они хорошо еще и обезболивающие имеют компоненты. Если этот перелом закрытый, если он открытый, в принципе, с анальной тактикой та же, но здесь в первую очередь мы должны наложить стерильную, именно стерильную повязку, можно с растворами антисептиков на раму, забинтовать, и только потом наложить шину. И тоже пациента доставлять в приемный покой. И еще одна такая травма, которую я хотел сказать, травма головы. Она весьма очень, такая, можно сказать, опасная травма. Почему? Потому что, ну да, может быть и ничего. Все мы, бывает, там где-то что-то ударились. Но удар удару рознику. Да, вам приходится тоже иметь место, значение для дальнейшей тактики. Если у ребенка после, во время падения и удара головой потерял сознание, если он жалился на головную боль, головокружение, шум в ушах, если была рвота, это однозначно признаки стрессения головного мозга. Это однозначно нужна консультация врача-травматолога приема покоя и врача-невролога. Из самых зол, вот этих, наименьшее, потому как, не дай бог, окажется уши головного мозга и подлежащая следующая гематома. Поэтому с головой обязательно мы всегда обращаемся в приемный покой. Малыши особенно нередко что-то проглатывают, могут подавиться едой, да, кусочками еды, что-то засунуть себе в уши, в нос. В этих ситуациях тоже как действовать? Самое опасное из этих вот ситуаций, я считаю, это народное тело дыхательных путей. Ребенку устроено организм так, особенно у детей до года, что голосовая щель, которая расположена на трахее, она по диаметру больше, чем трахея. И поэтому народное тело без проблем проникает в трахею. Если ребенок начинает истошно кашлять, беспокойный, синюшный, задыхает, дышать нечем, значит, мы в первую очередь, конечно, вызываем скорость. Конечно, два человека в семье, один, там, родители вызывают скорую, однозначно, быстро, второй начинает первые такие мероприятия. Ребенка мы кладем животиком на левое взрослое предплечье, личико и плечики поддерживаем кистью, опускаем предплечье где-то на 60 градусов, и ребром правой руки в межлопаточную область делаем пять таких ударов. Раз, два, три, четыре, пять. Периодичность до трех секунд между ударами. Обычно это помогает из трахеи ребенку до года, чтобы народное тело высвободилось, и оно вылетает. Если этот прием не помогает, то тогда мы ребенка уже переворачиваем на спинку и делаем тоже такие же удары, но в нижнюю треть грудина, то есть вот здесь у нас грудина на передней грудной стенке имеет место быть, и вот по ней тоже такие точечные удары. Как правило, это помогает все-таки. Если эти приемы не помогают, нужно их продолжать делать до тех пор, пока не приедет скорая помощь. Если ребеночку больше уже года, он уже взросленький, то существует такой прием, который называется прием Гейблиха, когда мы подходим уже к ребенку сзади, обнимаем как бы его за талию, и в промежутке, на переднюю брюшную стеночку, в промежутке между мячиным отростком и пупком накладываем свои руки и давим на верхнюю треть уже живота, и потом резкими толчкообразными движениями тоже так же вот делаем пять толчков с промежутками в три секунды между ними. И ни в коем случае нельзя при этом лезть в рот и ребенку доставать все это руками самому, потому что, как правило, бывает хуже. Мы только дальше пропихиваем. Еще, наверное, одна частая проблема – это укусы насекомых, клещей, в частности. Здесь как действовать? Да, клещи – это прямо бич. Только сошел снежный покров, как у нас уже пошли пациенты с клещами, и они идут практически все лето до осени. Вкусы клеща опасны тем, что они являются переносчиками таких вирусов, возбудителей болезней, как бролиоз и клещевой энцефалит. Заболевание довольно-таки очень серьезное. Укусил клещ. Что мы делаем? Можно удалить клеща, в принципе, в домашних условиях. Удалить нужно так, чтобы, во-первых, не раздавить его, и тот, кто будет удалять, обязательно должен надевать перчатки, потому что мы не знаем, какой клещ, есть ли у него в организме вирусы эти или их нет. Поэтому, раздавив его, мы можем просто распространить эти вирусы. Если у него какие-то мелкие травмы, порезы есть, то уже это будет заболевание, независимо от того, что клещ уже укусил. Существует несколько методов удаления клеща. Один из методов – это метод удаления нитью. Берется нить, навязывается на ней узелок. Ну, как бы сначала петелька, не узелок. Эта петелька мы проходим до места, вдоль тела клеща, до места его укуса, до места прикрепления хоботка к коже. И вот близко очень к коже мы эту ниточку как бы затягиваем, этот узелок. Потом ниточку переводим перпендикулярно коже и аккуратными движениями, такими подтягивающими, мы не рывкаем ни в коем случае, мы пытаемся его извлечь. Чаще всего дается извлечь так, чтобы и хоботок тоже ушел. Следующий метод, метод тоже для домашнего использования возможен. Это метод удаления шприцом. Берется шприц, лучше брать его инсулиновый шприц, который вводит инсулин, или 2-граммовый шприц, это 2 кубич сантиметра небольшой шприц, здесь ровно желательно отрезать от шприца конюлю, на которой крепится иголка, а если это инсулино, то и вместе с иголочкой, естественно, так, чтобы разрез был очень ровным возможностью, острым ножом. Дальше мы над клещом ставим этот шприц, плотно прижимаем его к телу, и поршнем выгнетаем оттуда в воздух. Убираем воздух, возникает относительный вакуум, и клещ также вместе с этим поршнем, который идет кверху, тоже оттуда уходит. Дальше можно, конечно, пролиться и пинцетом, но пинцетом нужно понимать, что когда мы удаляем клеща, не за брюшко нажимать, потому что, опять-таки, оно раздавится, а именно за хоботочек. Значит, и потихонечку, такими вот вращательными движениями, не важно, в какую сторону, по часовой или против часовой, мы аккуратненько поступаем к движениям, его оттуда удаляем. Ну и, конечно, идеальный метод удаления ручка лассо. Есть такие ручки, которые продаются в аптеках наших, то есть это типа ручки такой пишущей, наш, которую мы обычно используем, но вместо пишущего стержня там имеется в виду петелька. Эту петельку мы, опять-таки, по принципу удаления ниткой накладываем на хоботок, и колпачком нитки мы петельку затягиваем и аккуратненько вытаскиваем. Как правило, она вообще идеально работает. Желательно, конечно, этого клеща отправить в лабораторию, в санэпидстанцию, где его проверят в наличии вот этих вирусов. Дальше, после удаления ранку обязательно обрабатываем раствором антисептика, либо это будет хлоргексидин, мирамистин, либо бетадин, и наклеечку. Желательен, конечно, поход к врачу. Даже если мы дома его удалили, то обязательно попасть желательно к инфекционисту. Мы должны привести профилактику этих других заболеваний. Через 10 дней после укуса желательно взять кровь на бролиоз и на клещевой энцефалит. А затем еще, через 3 недели, повторить анализ, взять кровь, но уже на антитела к этому вирусу. В экстренных ситуациях, наверное, еще очень важно, чтобы родитель не паниковал. Да, вы абсолютно правы. В этих экстренных ситуациях очень важно отсутствие паники у родителей, чтобы родитель поступал по инструкциям, по тому, что мы сказали, может быть, где-то что-то будет полезным. И если что-то ему все-таки, кажется, он делает не так, то незамедлительно необходимо обратиться к врачу приемного покоя. Виталий, спасибо вам огромное за интервью. Может, хотите что-то пожелать нашим зрителям? Хочется пожелать вам удачного летнего отдыха и чтобы детки ваши были здоровы. Первая в Сарове клиника доказательной медицины. Лечит без лишних анализов и назначений. Хирургия, анализы, косметология. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Высококвалифицированные специалисты. Современное оборудование. Широкий спектр услуг. Полное сопровождение от постановки диагноза до излечения. Клиника красота и здоровье. Лесная 35. Телефон 8-987-747-0205. Все родители мечтают, чтобы их дети выросли здоровыми, умными и счастливыми людьми. На пути к заветной цели может помочь наша передача. С вами была Дарья Козина. До новых встреч. И пусть родительство будет в радость.